здравствуйте девочки так помидорки я не не у меня этого добра я я блогер это тоже самое что телевидение только уже было правда чё шушенская красноярская и не все так это красноярск и как они меня проехали не раньше дважды у меня были в этом году что-то проигнорировали ладно ладно давайте так пойдем тенечек это я пока люди увидят чем торгуют сизинцы это это все сизинская да да я знаю абрикосы уже закончились так девчата вы меня простите за назойливать я обычно снимаю эти черемашки там рынок побогаче там абрикосы до 100 грамм том числе и мои когда-то были мои саженцы вот давайте знакомиться вы железо знаете она слава богу так легче это тут одна дама я подъехала у нее так такой же набор она со мной отказалась разговаривать она не знала тут кто-то там достает у нас были в саду без него у нас были один заходили у нас тогда была хорошая а почему была а ясно дело в том что я как я в душой ваш красный хутор 40 лет это же ну считайте что я вот что я уже свой а мне зло берет я чувствую что я ваш потом там без меня хватает там такие авторитеты в сизой в районе в черемушках да но они меня тоже своим считают но душой то я тут отстаем мы от них мы вот по абрикосам отстаем по слевым отстаем у нас абрикосы вон какие здоровые деревья а это еще были вот такие в этом году здоровый но их было вот 10 штук а это это мне знакомо дело в том что это долго объяснять почему так происходит вот с одной стороны не все вот он так он смягчает климат так а другой стороны заморозки никто не от меня никто не отменял много у нас такие морозки вот слога тянет все правильно так ну что посмотреть вашу продукцию похоже на ладу но они я генера я их не различаю а вы смотрите значит я пропагандирую ладу она у меня слахи не бывает вы говорите чижевская а если это все-таки лада прошу прощения звонок таня перезвоню фильм снимаю в этом все же так все-таки чижевская она чуть форма другая хорошо давайте искать конце где вы взяли мы ее заказывали почтой это еще знаете в каких годах какой год мама еще жива была это было начало 2000 так где заказывали заказывали тогда три веточки и вот одна нам досталась одна маме досталась одна ее соседки вот такой веточками или саженцами короче я она вот она она видите первая это вот это лада и за ней лада за ней из два сидит вот это чижевская и по вашему значит и одна вот не очень сладко а вторая сладко а ладу тоже заказывали лада тоже значит так у вас в ведре получается лада и сравнить не могу это даже пробовать эту и ту а вы знаете есть такая хитрая вещь извините я разговаривался вот есть такая хитрая вещь оказывается вкус зависит не от количества сахара или кислоты соотношения нет нет от количества кислоты в желудке так вот у меня когда я когда у меня было этот однажды одновременно приехала двенадцать человек а я тринадцатый а у меня росли еще были королевские на дереве сладость неимоверная абрикосы а рядом жердель с украины кисло-сладкая я их вообще есть не мог угостили с теми это факт железный факт свидетели у меня вот это городе было два авторитета в гостях а тут бах две машины по пять человек едут видите ли шары им надо было железу за их крюк полтысячи километров вот это реальный случай и вот лежит ковром жердель привил уже начало давать по 10 20 ветер а я не знаю что с ним делать а я не собираю слушай что было дальше королевские попробовали дикий восторг идем мимо кто-то наклоняется это я уже рассказываю десятый раз но это правда клянусь богом кто-то заклоняется поднимает жердель какая вкусная какая вкусная кислое мнение что вы тогда я говорю пробуйте все я не растерялся я я блогер или как там по-современному значит начали есть есть за обе щеки я все стоп голосование дегустаторы кто за то что самое не сладкое самое вкусное это жердель 12 рук кто за то что королевские одна моя рука вы понимаете что получается у каждого свой вкус у меня только конечно конечно я вот в этом даже не спорю вот у нади стоит вот это вот это возле меня которая у нее форма такая она безвкусная вот это надо наверное нет лада вкуснейшая я уже у меня вот вы упомянули что вас целевидение снимала ко мне они дважды приезжали их разве обманешь когда угощаешься они от восторга угощали они прямо от восторга вчера писали так и моя лада от восторга яблоки никому не отдавайте мы сейчас их все купим нормально снимали люди подъезжают за яблоками он сказал яблоки заняты журналист парень в общем мы остались мнением что я считаю что лада слаще так вот это у меня есть такое выражение я называю значит коллекция высшая лига у меня у меня есть еще там сварок полу такой не очень такие тоже бывают полу культурки у меня есть да вот высшая лига а у меня там через запятую и это чижевская и лада рядом стоят понимаете новых но это хорошо что мы разговор затеяли не зря пригодится тем более смотрите спорят никто попала а люди у которых саду растут настоящие груши настоящие это же здорово а 200 этих самых интернет-магазинов и благопитомников присвоили я считаю в скобках украли мои фотографии с моего сада что они продают а вот 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 она чижевская вот так вот ну что слава богу и живое и прошлом году привозил авторитетного садовода из киргизии и у меня угощались а потом я еще отвез черемушки а у них там сло как-то надо свои вот эти он же его это кстати вот вы упомянули значит турсуд плода дускобилова уникальный человек со всеми нами вами знакомился через рынок уникальный человек это я ну вот смотрите съемка идет я говорю не для себя пусть я знаю что был сейчас на пенсии был такой уникальный ученый ход по рынку пройдет а вот если вот это допустим вы сказали чижевская попробовал все вы уже это в его досье мне нравится вот такой способ не на не надо это вот хочешь узнать это же с настоящего дерева не нарисованного ну ладно мы на этом закончим он у вас это это к вам видите друзья первый вопрос почем вот уникальный случай друзья уникальный случай скажите сколько вы ядом посыпали поливали мы ни разу не поливали перекреститься можете могу перекрестить вот я также крестусь что я ни разу не поливал и вы вот мы обрабатываем только от муравьев до вегетации до вегетации еще хорошо что я спросил умоляю умоляю хорошо спросил я только сейчас скажу что мы садоводы мы братья уже не братья оставьте покое муравьев это вранье сто процента вот пускай как я могу страну переубедить он питается этой тлей да 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 но он же ее и разводит вот показать кукиш вы обидитесь я ничего не делаю вот дайте я вас обниму все мы с вами друзья не зря мы подружились только не когда турсона привозил мы только у основания и все да 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 давайте будут муравьи будет здоровый сад а представляете уничтожить его и у себя у соседей сада вообще не будет они не они уничтожатся против них вы знаете еще идет съемка я уже завелся вот извините завелся я знаю я вас не убедил вот это вот с ней я уже поцеловался и вот с вами сейчас с вами буду говорить нас придумали яд муравей муравьев знаете как он работает пара сыпали иди один муравей наступил на эту нет лапкой наступил после этого зашел муравейник муравейник мертв вот уже близко близко бактериологическое оружие когда муравьев уничтожат у вас саду не то что этого дерева не будет здесь вон мне кажется они у нас городом поднимут и унесут с местом на место если честно их ровно столько сколько они могут съесть насекомых больше ни одного не будет потому что зло думают груши а когда в грушу упала так вот именно как вас как вас зовут ольга именно поэтому что груша некоторые еще на дерево висит а уже перезрела и оса и пчела у меня часть груш падает на землю так чуть-чуть перешлить не дай боже если вам не надо пусть лежит это не ваша еда это их еда так они мы оставляем нам же по двой нужен вот оставляем но мы же на свой под вы приливаете я говорю не оставьте в упокой вот значит все что вам не годится пищу остается под деревом а вы горите убираем нет но мы убираем которые падают то которые приличная а которые туда поделиться можете вам даже заглянуть посмотреть сколько под деревом все давайте я вас поцелую спасибо девчата думаю хоть что-то но поверьте это не нас касается ненависть к муравьям такая что вот-вот когда их уничтожат мы все погибнем до единого живут живут муравьи я подсолнечное масло обмотала о еще одно да да можно расскажу если вам нужно уничтожить яблоню грушу да вы когда вы подсолнечным маслом под ней гниение начинается это еще один способ это понимаете они придумали это у них получасовой фильм так а у нее это их работа они выпустим ролик все что вы рассказываете я уже тысячи раз рассказывал масло сейчас не хватало по солнечному ну что прощаться был нет до свидания но с вами особенно так приятно это а я еду что-то лицо знакомое рядом тормознусь ну пока польза будет даже хоть я вас не убедил про муравьев про это приезжайте к нам еще убедили ладно самое главное дерево подходить только завпродуктами не но она успела и вы успели здесь я сейчас дальше буду говорить не рассказывать тогда не надо все слишком а потом удивляется что урожая нет дерево ослабло она целиком слабеет она не может вот она зацветает и нет плодов только потому что стригли зря остановился я вам все это в голове теперь мешанина все друзья все равно я вас люблю всех люблю и это всех этих люблю кто занимается работой трудом настоящим вот до свидания друзья до свидания но шоссе успел поцеловать